Здравствуйте, мои дорогие! Я продолжаю свой путь от красоте к красоте и слушаю книгу Стендаль, называется «Таверна». Очень интересная книга. Сейчас я ее включаю и начинаю прослушивать и идти по своим делам. Как велико было мое счастье, когда толпа считала меня несчастным. Как изменилась теперь моя судьба. Нет, он меня не забыл, сказала себе Клелия. Он остался мне верен. Когда все разошлись, то в общей суматохе разъезда Фабриция с Клелией вновь очутились рядом. Увидев глубокое страдание на его лице, Клелия незаметно уронила веер, так что он мог его поднять. С глубокой жалостью сказала она ему, забудем прошлое, храните это в память нашей дружбы. Весь мир показался Фабрицию иным. Он сделался другим человеком. Он объявил на следующий день, что его уединение кончилось, и он снова занял великолепные апартаменты во дворце Сан-Северина. Многие приписывали это его заносчивости, а герцогиня решила, что он, очевидно, помирился с Клелией. Эта мысль привела ее в отчаяние. Она вновь решила покинуть этот город и уехать. Все были поражены этим решением. Никто не мог понять, как герцогиня могла покинуть двор в такое время, когда милости, которыми ее осыпали, казались безграничными. Граф Мозг, с тех пор, как убедился, что между герцогиней и Фабрицием роман кончился, совершенно успокоился. Но его положение при государе не переставало его тревожить. Он никогда не простит мне, сказал он герцогине, что я имел неосторожность назвать его ребенком. Есть только один способ сменить его гнев на милость. Это покинуть на время Парму. Я должен подать в отставку. У меня было 4 или 5 хороших сотрудников в различных департаментах. Но я им уже месяца два как предложил отставку и перевел их на пенсию. Я нарочно оставлю все дела в полном беспорядке. Теперь, когда будущее Фабриции обеспечено, я надеюсь, вы позволите мне оставить все государственные дела и думаю, что вы согласитесь на громадную жертву. Переменить ваше блестящее положение окажется наш государь после нашего отъезда. Несмотря на все отвращение, которое он питает Краси, он вынужден будет снова призвать его к власти. И тогда мы посмотрим, как он снова запутается и что из этого выйдет. Этот разговор между графом Моска и герцогиней происходил на следующий день после возвращения Фабриция во дворец Сан-Северина. Герцогиня была все еще занята мыслями об отношениях Фабриции с Клелией. И так, говорила она себе, эта маленькая ханжа Клелия меня обманула. Она и трех месяцев не могла сопротивляться своему возлюбленному. Юный принц был существом малодушным, но уверенность власти придавала ему некоторую решительность. Узнав, что во дворце Сан-Северина идут приготовления к отъезду, принц позволил себе шаг, вызвавший недоумение всех здравомыслящих людей. Он посетил герцогиню в ее собственном дворце. «Вы уезжайте», — сказал он серьезным тоном, который показался ей неприятным. «Вы хотите изменить меня и нарушить вашу клятву? Вы забыли, что если бы я промедлил хоть на десять минут помилования Фабриция, он не был бы больше в живых? Вы делаете меня несчастным. Без вашей клятвы у меня не хватило бы смелости полюбить вас так, как я люблю вас сейчас. Неужели у вас нет чести?» «Подумайте, принц», — сказала ему герцогиня, «были ли вы когда-нибудь в вашей жизни так счастливы, как последние четыре месяца? Вот те условия, которые я могу вам сейчас предложить. Удостойте согласиться на них, и если я не стану вашей любовницей в силу клятвы, вынужденной у меня страхом, то все же посвящу всю свою жизнь на то, чтобы заботиться и впредь о вашем счастье. Быть может, впоследствии любовь и увенчает нашу дружбу». «Хорошо», — сказал принц радостно, — «возьмите же на себя другую роль, гораздо более высокую. Властвуйте надо мной и над моим государством. Станьте моим первым министром. Я предлагаю вам брак в той форме, которая дозволена условностями, связанными, к сожалению, с моим саном. Я выскажу сейчас некоторые соображения из области скучной политики, чтобы показать вам, что я больше не ребенок, и обо всем успел подумать. «Я буду последним государем из моего рода, и великие державы, несомненно, будут распоряжаться моим наследственным престолом. Но я благословляю все эти печальные последствия, потому что благодаря им я смогу доказать свое уважение и любовь к вам». Герцогиня не колебалась ни минуты. Принц казался ей скучным, а граф — весьма привлекательным человеком. Существовал только один человек, которого она могла бы предпочесть ему. «Было бы слишком долго передавать здесь все обороты фраз, почти нежных и бесконечно любезных, в которые герцогиня сумела облечь свой отказ». Принц рассердился. Он видел, что счастье от него ускользает. Что будет он делать после того, как герцогиня покинет его двор? И кроме того, какое унижение получить отказ? Герцогиня искусно успокоила принца. «Если ваше высочество согласится не требовать от меня исполнения роковой клятвы, которая кажется мне ужасной, так как вызывает во мне презрение к самой себе, то я обещаю провести всю свою жизнь при вашем дворе. Если же вы потребуете, чтобы я сдержала свое слово, и загрязните навсегда остаток моей жизни, я тотчас же и навсегда покину ваше владение. Тот день, когда я потеряю свою честь, будет последним днем нашего знакомства». Принц был упрям, как все малодушные люди. К тому же его гордость мужчины и государя была оскорблена. В продолжении трех часов обе стороны повторяли одни и те же доводы. Наконец принц воскликнул. «Вы хотите заставить меня поверить, сударыня, что у вас нет чести? Если бы я колебался так долго в тот день, когда генерал Фабио Конти хотел отравить Фабриция, то вы были бы заняты сейчас сооружением ему памятника в одной из церквей Пармы. Только не в Парме, в этой стране отравителей. Хорошо же, уезжайте, герцогиня!» Гневно возразил принц. «Мое презрение будет вас сопровождать!» Он хотел удалиться, но герцогиня сказала ему тихо. «Хорошо, приходите сюда в десять часов вечера». Счастья вам, дача любви и успеха, еще одна часть вынчалась. С успехом, до скорых встреч!